Село Лески 10 километров от Вилково. Такой комбайн на необычном гусеничном ходу в день может скосить больше 10 гектаров рисового поля. Обычной колесной технике здесь будет тяжело. Заболоченная земля вносит свои корректировки в работу. Рис – культура, которая любит воду, близость Дуная, до миллиметра отстроенная оросительная система решает вопрос регулярного полива риса. На крупнейшем предприятии Югообласти под выращивание риса выделено 1620 гектаров. После уборки зерно везут на мехток, после чего приводят в товарный вид. Сезон уборки риса совпадает по времени с началом посевной кампании озимых культур пшеницы и ячменя. В отличие от хозяйств, где идет посевная, в лесках дождя мне очень рады. Из-за обильных осадков на протяжении трех дней комбайны хозяйства не могли выйти на рисовые плантации. Впрочем, климатический фактор не самый проблемный для аграриев. В прошлом году уборку закончили 7 декабря с минимальными потерями. Выращивание риса – затратный процесс. Удобрения и семена обходятся фермерам в солидную сумму, а ведь еще цены на топливо и электроэнергию не стоят на месте. Соотношение очень дорого электроэнергии. Есть проблемы в этом. Это все ложится на затраты, естественно, все ложится на ценообразование риса. Через несколько дней в лесках снова заработает завод по переработке риса. Компания-производитель продает товар пока что только оптом по цене 18 гривен за килограмм.